Всем привет, дорогие и уважаемые друзья! Меня зовут Игорь и сегодня я хотел бы с вами поделиться своими впечатлениями о новом, или правильно сказать, обновленном моноколесе InMotion V12HT. По внешнему виду это все тоже прекрасное моноколесо, как и обычное InMotion V12HS, но здесь самая главная изюминка в том, что на этом колесе используется мотообод, на который можно поставить множество мотопокрышек. По своим личным наблюдениям, эмоциям, впечатлениям, сразу когда я достал это колесо, встал на него педали из коробки, установленные в самом верху. И когда я встал на это колесо, я начал двигаться на нем как канатоходец непривычки, не понимая, что происходит, потому что меня завалило то влево, то вправо. После 15 минут катания на этом моноколесе я уже привык к его весу, привык к тому, что педали высоко стоят. И хотел бы сказать вам самое главное, наверное, отличие от InMotion V12HS в том, что когда вы поднимаетесь на горочку на этом моноколесе, у вас ощущение, что вы едете как будто на нейтралке. То есть вы на него практически не давите, вы даже не чувствуете, как оно напрягается. И я был этому приятно удивлен. На некоторых колесах я испытывал такие чувства, это на Шермане и на EXN. Но вот V12HT, оно просто как будто бы выталкивает тебя из воды. Это сложно передать словами, но разница колоссальная между HS и HT по подъему с горочки. Также очень круто ездить на этом моноколесе по бездорожью, потому что покрышка все сглатывает. И мне изначально казалось, что давление в ней было свыше трех атмосфер, потому что она такая вот прямо жесткая из коробки. Но я уже потом, когда покатался, когда понял все эти ощущения, проверил насосом, там давления было всего лишь там даже полторы атмосферы не было. Понравилось то, что уже в обновленной прошивке InMotion V12HT из коробки на экране добавились несколько функций, в том числе часы. И удобно, между прочим, когда ты едешь, ты можешь посмотреть время. И если сравнивать экраны с другими, то в InMotion V12 гораздо приятнее смотреть на экран, и он не бликует на солнце. Когда я уже более-менее привык к этому колесу, и когда заезжаешь или съезжаешь с бордюров, благодаря этой покрышке у тебя есть ощущение, что ты едешь на подвеске. Еще я обратил внимание, что после того, как проедешь 10-15 километров, колесо становится сзади, особенно все пыльное. Но это из-за того, что здесь оно больше открыто, и поэтому, соответственно, оно накидывает пыль. В остальном это все тоже прекрасное V12, качественно собранное, эргономичное, красивое, удобное. Из-за рекомендаций, кто катается на обычном V12 и хочет что-то нового, но такого же качества, то я рекомендую. Можно, в принципе, сдать в трейд-ин старое свое колесо HS и обменять его на High Torque. У нас люди меняли, и все остались в восторге. Пользуясь моментом, в этом видео я хотел бы рассказать свои новые впечатления и новые эмоции, которые открыл я для себя. В прошлом году мне активно покупали на InMotion V11 седло для того, чтобы ездить сидя. Я, честно говоря, никогда этих людей всерьез не понимал, не воспринимал. Я считал, что как это можно ездить сидя на моноколесе, а тем более, если я представлял себя со своим ростом и весом, то это будет со стороны выглядеть очень, как минимум, мягко говоря, смешно. Субтитры сделал DimaTorzok и мне сказали, что Игорь, ты смело можешь пробовать ездить сидя, потому что это совершенно другие эмоции. Я сказал, что ну как-нибудь я это попробую. И я это попробовал буквально две недели назад, и эмоции просто зашкаливают. Это не обязательно, что только на V11 или на V12 вы можете ездить сидя. У нас также есть сидушки, которые подходят к InMotion V10F. Реально, я вам честно говорю, что это как будто бы моноколесо с нуля, либо как будто ты докупаешь до моноколеса новую опцию, потому что те эмоции, которые я получаю, мне уже стало абсолютно наплевать на мнение других, как я выгляжу со стороны, потому что главное, что мне комфортно и классно. И жаль, что я не попробовал это раньше, потому что ребята говорили, что сидя ездить это очень классно, особенно по прямым участкам, где трасса хорошо просматривается и где можно разогнаться. Чувствуешь себя ну просто комфортно. Также на дальнее расстояние, когда ты ездишь сидя, у тебя ноги отдыхают. Если они у тебя подзатекли где-то, ты можешь сидя проехать, а потом поднимаешься, прямо на ходу садишься, прямо с ходу и поднимаешься. Вес всего тела у тебя идет на пятую точку, соответственно, ноги просто отдыхают, они просто стоят на педалях. Короче, рекомендую всем попробовать, приходите к нам в магазин. Я буквально этому обучился за 20 минут. Ребятам, которым я показывал, некоторые просто сразу садились и ехали без всякого там обучения, без всякого навыка и тоже кайфовали. Вот, поэтому, ну, новые эмоции для человека это всегда хорошо, потому что у тебя в жизни появляется что-то новое. С вами был магазин emac.by, меня зовут Игорь, спасибо за просмотр и всем пока!